Ветры стали дуть иначе, или солнце скатило ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже. Конечно, тот, кто не знает, ничего и не заметит. И небо синее, и пестрые конверты, просвеченные в нем яркими лучами. Но ведь Илька-то знает. Он смотрит вверх и видит, что не среди змей белого фрегата и чернозубчатого кондора, и не было вчера и позавчера. Что случилось, Илька не может понять. Ильке тоскливо. Еще тревожно, будто кондор и фрегат попали в беду. Как узнать? Генка заперся дома и не хочет откликаться. А пойти без Генки к Владику Илька боится. Вернее, не боится, а ему кажется, что идти нельзя. Почему так, он не знает, а посоветоваться не с кем. И не хочется никуда бежать. Что хорошего, бегать просто так, если это никому не надо. Илька побывал у Шурика. Шурик лежат на полу и рассматривал лист с непонятным чертежом. Это что? спросил Илька. Послушай, сказал Шурик, у тебя есть паяльник. Паяльник? Вот именно. У нас дома молоток есть, сказал Илька. Пускогубцы есть, отвертка есть от маминой швейной машины. Это что на бумаге? Где бы достать паяльник? вздохнул Шурик. Генка дома сидит, грустно сообщил Илька. В лапкиного змея не видать. Почему? Шурик потесал подбородок о плечо и рассеянно ответил. Надоело, наверное, пускать. Надоело, возмутился Илька. Сам не знаешь. Сам никогда не пускал, только черчишь. Хоть бы раз попробовал, тогда бы говорил. А ты пробовал? зиму спросил Илька. Он задел больную струну. Илька гордо повернулся и пошел к двери.